Попасть точно в цель и улучшить собственный результат. В Минске проходит открытый Кубок Белоруссии по пулевой стрельбе. Местом встречи стал спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко. Кубок открытый проходит на международном уровне. В Белорусскую столицу приехали спортсмены из России и Кыргызстана. Второй год мы проводим эти соревнования для того, чтобы на нашей земле, на наших соревнованиях участвовали другие страны, чтобы они приезжали. И у нас был опыт соревновательный для спортсменов, для того, чтобы наши спортсмены повышали свою квалификацию и уровень мастерства не падал, чтобы результат рос на уровне мирового значения. За призы все участники различных уровней мастерства и возрастов борются в одинаковых условиях. Разделены номинации только на мужские и женские. Упражнения открытого Кубка, стрельба из спортивных, пневматических и малокалиберных пистолетов и винтовок. Перед стартом спортсмены всегда пристреливаются. Это нужно для того, чтобы войти в колею, проверить оружие и набрать соревновательный ход по ритму. Впереди 60 выстрелов из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Белорусская команда на турнире с сильнейшим составом. Именитые спортсмены, победители, призеры крупнейших международных стартов. О уверенности добавляет соревноваться на родной земле. Очень легко. Стоишь, стреляешь, получаешь удовольствие. Все. Сегодня на все сто отстреляли, либо вот где-то не дожали. На все сто. На все сто. Да. То есть победа в кармане. В кармане победа. Вы очень уверены в себя. Это долгие труды подготовки, соревновательный опыт или все-таки может быть талант? Удача. Отстрелял более-менее. Можно было бы и лучше, так как зависит еще от, как ты правильно настроишь себя морально и физически будешь подготовлен. Зависит все от долгих тренировок, особенно от количества тренировок. Чем чаще ходите, тем больше будет результат. Доволен, но можно лучше. Хоть родные стены в самые напряженные моменты помогают, но соперники расслабляться не думают. Каждый приехал сюда за победой, просто так ее не отдаст. Я второй раз в Беларуси, но в Минске первый раз. До этого в прошлом году, где-то в феврале 23-го года, мы были в Бресте на сборах. Но все равно есть ощущение, что спортсмены чуть сильнее нас, но мы тоже не отстаем. Стрельба – это вообще индивидуальный вид спорта. Тут один единственный, самый главный соперник – это сам спортсмен. Это единственный человек, который может ухудшить или улучшить собственные результаты, и, соответственно, если спортсмен справляется с собой, он выходит на новые вехи, поднимает себе планочку и, соответственно, бьет свои рекорды. То есть это основная задача вообще любого спортсмена, который на данный момент находится на огневом рубеже – победить себя. Если за результат страны соревнуются опытные стрелки, для новичков есть вне конкурсная программа. Проверить свои силы, показать возможности, прочувствовать соревновательный дух и увидеть мастерство опытных коллег в деле. Также молодые спортсмены могут выполнить разряд. Турнир продолжится до 7 декабря. Полина Макей, Юрий Ткаченко, агентство Минск Новости.